Здравствуйте, меня зовут Демин Игорь Юрьевич, я доцент кафедры акустики Радио-физической скульптеты Нижегородского государства университета Ильина Лобачевского. Проект, в котором я участвую, это проект Мининского университета, называется «Научный форсайт». В рамках этого проекта я вам хочу сегодня представить выступление, рассказ, лекции на тему акустика и медицина. И у нее будет небольшой такой подзаголовок, который называться будет «Современность и история». Почему я выбрал именно эту тему? Потому что в последнее время очень много новых акустических методов используются в медицинской практике врачей. Это и медицинская диагностика, и медицинская терапия. И сегодня я расскажу про это и сделаю упор на ультразвуковые исследования, которые проводятся в медицине. Но прежде чем говорить, я бы хотел сказать, что акустика заключается в том, что это наука о звуке. Это такое общепринятое условие. Это не просто наука о звуке, а наука о звуке, которая распространяется в среде. Поэтому у акустики есть несколько средств для распространения. Например, если мы хотим говорить об акустике океана, о гидроакустике, то это распространение акустических волн в морях, в океанах, в жидкостях. Если мы хотим говорить об архитектурной акустике, то это распространение звуковых волн, акустических волн, помещениях, в каких-то открытых пространствах. Здесь же подносится и атмосферная акустика. Это сейчас очень модное направление в современных исследованиях, связанных с акустикой в авиастроении. И если мы хотим говорить о музыкальной акустике, это тоже очень интересная тема, то это акустика, где звуковые волны распространяются уже в музыкальных инструментах и издается звук, который нам очень приятно слушать на концертах, на различных спектаклях. Но я вам сегодня расскажу про медицинскую акустику. Она тоже имеет свою историю, имеет свое современное состояние в данный момент. А история началась очень давно в медицинской акустике. Если мы внимательно посмотрим на следующий на экране, который появился, картинка, то мы видим, там присутствуют три человека. Это Пифагор, Аристотель и Леонардо да Винчи. В принципе, при любую науку можно говорить, что Пифагор, Аристотель и Леонардо да Винчи, так сказать, были у истоков этой науки древности. Так же произошло с акустикой. Они тоже занимались звуком, занимались распространением звуковых сигналов. Только они тогда не назвали это звуковые сигналы. И внесли очень большой вклад в понятие звуковых волн. Следующий, о ком бы я хотел сказать, это уже ближе к медицинской акустике, это Сполозанин. Сполозанин это был епископ, исследователь, биолог был, так сказать, в Италии. Жил, наверное, в 17-18 веке. И он занимался исследованием биологической точки зрения, так сказать, поведения летучих мышей. Как ни странно, Сполозанин был один из первых, кто фактически, и предвидев ситуацию, которая сейчас находится в современном состоянии акустики, ее развитие, он первым предположил, что летучие мыши ориентируются при помощи каких-то волн, каких-то сигналов, которых нам пока неведомо, они не исследованы. И более того, на этом же, так сказать, экране вы видите приведена книжка, которая называется «Лис на надак». То есть она была посвящена современной эхолокации, и как бы в дар, в дань уважения, так сказать, к Сполозане, она вот была представлена в виде, так сказать, на картинке, это Бэтмен, это летучая мышь. Вот. Следующее, что хотелось бы отметить, это как раз вот перейти, а как же появилась современная ультразвуковая технология, медицинская акустика. Это все произошло в конце 19 века. Два брата, Пьер и Жак Кюри. Даже правильнее сказать, Жак и Пьер Кюри, потому что Жак был старший брат. Но ваннер более известен слово, это имя Пьер Кюри, потому что это человек, который получил Нобелевскую премию за исследование радиоактивности. Они были ученики великого физика рентгена. И при постановке опытов, связанных, так сказать, с новыми, как бы, материалами для радиоизучения радиоактивности, они обратили внимание на кристаллы кварца. О том, что когда к ним прикладываешь какое-то напряжение, силу, появляется электрический ток. И наоборот, когда прикладываешь электрический ток, они начинают сжиматься и разжиматься. То есть появляются какие-то колебания, упругие колебания, сжатие разрежения. Они этот эффект назвали пьезоэффект. Это прямой обратный пьезоэффект. Он сыграл очень большую роль и еще сыграет, так сказать, в области медицинской акустики. Но, к сожалению, так сказать, вот конец 19 века, он как бы не получил дальнейшего развития. Этот пьезоэффект. И братья Кирилл, в общем-то, открыв его, так сказать, как бы остановились. Но в 1912 году произошла трагедия. Это вы знаете, прекрасно слышали. Это гибель Титаника. Так вот, одна из легенд, которые существуют, что Титаник погиб от столкновения с айсбергом. То есть он был незамечен. Да. Вторая легенда, то, что Титаник погиб, был потоплен немецкой подводной лодкой. Но самое интересное в этой истории то, что не был обнаружен объект, который нанес вред Титанику. И здесь была как раз и идея, что все задумались, а как же надо как-то обнаруживать такие объекты. И вспомнили о том, что надо создавать специальные приборы. И Ланжевен, так сказать, Поле Ланжевен, известный французский физик, кстати, друг Эйнштейна очень большой, и тоже ученик рентгена, вспомнил про работу братьев Кюри и попробовал использовать вот эти вот пьезокерамики, прямой и обратный пьезоэффект для создания волн. Но волны уже он создал не звуковые, а ультразвуковые волны. Вот здесь я хочу вам напомнить, что звуковые волны находятся в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, ультразвуковые волны от 20 кГц до 20 МГц. Ну, в медицине используются волны в мегагерцовом диапазоне, примерно от единички до 10 МГц, так сказать. А в области гидроакустики и акустики океана используются больше сотни килогерцовых волн, так сказать. И здесь как раз мы с вами подошли к моменту, а чем же занимается, так сказать, медицинская акустика, и какое приложение ультразвук получил нет. И вот первый раздел, который я вам хотел отметить, это ультразвуковая диагностика. Она важна тем, что наши ткани человеческие, мягкие биологические ткани, я их называю так в научной среде, они, в общем-то, прозрачны для звука, для ультразвука. Почему? Потому что происходит отражение и прохождение волн, и мы можем судить, так сказать, о каких-то, так сказать, упругих и вязких характеристиках этих тканей. Вот на этой как раз слайде приведена, так сказать, такая вот интерпретация, что же это представляет ультразвуковая диагностика. Но в первую очередь это сканеры, это очень высокоточные сканеры, их называют экспертного класса, которые врачи, так сказать, имеют дело и которые вас обследуют. Самый главный в сканерах, это, конечно, панель управления, датчики, которые приведены также на этом, так сказать, экране. И они, это очень дорогостоящие оборудование, очень высокотехнологичное оборудование, и оно развивается в современном мире, так сказать, появляются новые и новые технологии. Это эластография сдвига волны, ультразвуковая, так сказать, сценография, это доплерография. О каждом из этих новых технологий современных рассказывать очень-очень долго. Но я бы остановился на эластографии. Эластография – это новый метод визуализации, она отображает упругие свойства ткани. Уже в названии сказано эластография, то есть эласт – это значит эластичность, это упругость, графия – это визуализация, то есть у врача появился, так сказать, инструмент, который может не только наблюдать на экране, но он может также, так сказать, еще и сделать измерение его эластичных свойств. Это основной параметр, который измеряется у таких тканей, это называется модуль упругости, модуль Юнга. Вот. Мы с вами находимся в лаборатории, это лаборатория медицинского приборостроения, медицинской диагностики, которая в Нижегородском государственном университете. И у нас как раз есть реализация этого метода эластографии с двигающей волной. Вы видите, так сказать, приведена вот сзади меня, так сказать, на экране, тоже видно ее интерпретацию. Это прибор «Виросоник», который, так сказать, показывает нам, на нем делают студенты работы, делают школьники работы. Рядом приведен, так сказать, прибор, это прибор «Соноскейп», это ультразвуковой прибор, уже сканер ультразвуковой, которым работают врачи, так сказать. Это все в рабочем состоянии, и все производим измерения. Единственное, мы не можем делать измерения с мягкими тканями человека, так сказать. Мы делаем измерения только с фантомами. Есть такие специально калиброванные фантомы, они также здесь, вы их видите, которые позволяют нам проводить измерения. Но вот я хочу сказать по эластографии еще пару слов о том, что вот как раз сейчас на экране мы это увидим. Это фактически очень древние технологии в медицине. Есть такое понятие пальпация у врача. Это когда врач при помощи, так сказать, такого вот визуального движения, так сказать, движения, так сказать, своих рук по вашей каком-то, так сказать, ну, воспалительному где-то процесс, пытается определить воспалительный процесс, жесткость этого процесса, который отличается от рядом, так сказать, окружающих его, так сказать, органов. Вот. Пальпация, она известна была в Древнем Риме, Египте, ей очень популярно пользуюсь, и даже пользуюсь до последнего времени, в 19-м и начале 20-го века. Но сейчас практически ультразвуковая диагностика, и вот этот вот ультразвуковой датчик, это и есть та же самая пальпация. Только пальпация уже эластография – это с помощью, как бы, электронного пальца. Электронного пальца, который является ультразвуковым датчиком. Режим, который реализован, так сказать, в нашей вот этой работе на установке Веросоника, он называется эластография с двиговой волной. Это очень интересный режим, так сказать. Мы возбуждаем ультразвук высокой частоты, мегагерцов, в определенной точке фокусируем его. И потом от этой точки у нас разбегаются сдвиговые волны, килогерцовые сдвиговые волны, которые мы можем померить скорость этих волн. Это как раз будет скорость сдвиговых волн, и на основании них мы определяем упругие свойства нашего материала. Если вы посмотрите на экран, то там приведена медуза, показана медуза. Вот этот пример очень любит приводить академик Руденко. Это наш известный академик в области акустики, Олег Владимирович Руденко из Московского государственного университета. Он приводит и показывает, что же такое эластография. Вот если мы потрогаем медузу, то она как бы такое, так сказать, желе, которое как бы движется. Но у медузы та же самая плотность, как и плотность воды, но она плавает. То есть у нее упругие свойства, в отличие от воды, появились сдвиговые свойства. У воды нет сдвиговых свойств. Поэтому мы можем медузу, так сказать, определять, и определять совершенно ее эластичные свойства. Следующее направление в ультразвуковой медицине, медицинской акустике, связано с ультразвуковой терапией. Ультразвуковые волны обладают очень важными двумя свойствами. Они, во-первых, могут нагревать мягкую биологическую ткань и могут также ее, так сказать, деформировать. То есть создавать в нее какое-то давление, так сказать, определенное. Вот эти два свойства, они очень как раз нашли применение в терапии. Как ни странно, терапия, так сказать, очень давно используется. И ультразвуковая терапия, особенно связанная, так сказать, с нагреванием ткани. Но терапия связана, так сказать, с разрушением. Это совершенно новое направление, и которое определяет последние годы одно из самых современных направлений. И связанное с так называемых излучателями нового типа. Они называются Hi-Fu. В терминологии, так сказать, это High Intensive Focused Ultrasound. И здесь бы я хотел обратить внимание, что в этом слово есть. Высокоинтенсивное – это связано с очень сильной интенсивностью, так сказать, этого ультразвука. А фокусировка… Фокусировка… Мы с вами больше привыкли к фокусировке, связанной с линзами, с увеличительными стеклами, с телескопами, с какими-то прожекторами, так сказать, в оптике. Оказывается, ультразвук тоже можно фокусировать. Можно фокусировать. Это стало в последние годы очень большой, так сказать, перспективой применения ультразвука. Почему? Потому что мощный фокусированный ультразвук, он применяется, так сказать, при терапии, так сказать, при, например, такое есть очень важное терапевтическое, так сказать, действие – литотрипсия. Это разрушение камней в почках. Так вот, высокоинтенсивный ультразвук в последние годы применяется повсеместно здесь. Это, например, гемостаз. Это когда остановка крови в артериях и в различных венах, и заживление этих артерий, и вен, так сказать, соответственно, как бы их запаивание. Ты тоже можешь делать ультразвук. И следующее, так сказать, это, конечно, хирургия. Это вот очень много сейчас, так сказать, используется ультразвуковых различных, так сказать, приспособлений для хирургии. В заключении мне бы хотелось еще раз остановиться на том, что акустика – это древняя наука, но она и очень молодая. И для школьников, молодежи, которые собираются, так сказать, заниматься научной деятельностью в области физики, естественных наук, акустика и применение акустики и в медицине, и в архитектуре, и в инженерных каких-то расчетах, так сказать, это очень интересно и очень перспективно, она не стоит на месте, она постоянно развивается. И мне приятно закончить эту лекцию словами, что ультразвук – это очень перспективно и очень неисчерпаемый объект. Субтитры создавал DimaTorzok